ну король западный микрорайон вахмута это район самолета называется там самолет его разбомбили как приезжаешь там самолет в этот момент подождите а вы там местные жители да правильно я понимаю был был местный житель да 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 получается зашли вагнеры когда они где-то метро пятьсот от нас были но мы не могли туда потому что там одну женщину даже снайпер живот ранен но она выжила слава богу то есть вы перебежать не могли к нашим к русским ребятам нет подожду подожду где-то человек 15 ушли хотел тепловизор и чтоб не видели человек 15 были перешли но мы не рисковажен а я тоже надо было ну как не на акцина уехать а кто мне выпустить мурманске там двое внуков я так полицейскому в том году и сказал я уже собираюсь уезжать выписать ему отсюда подождите так получается что то есть опять очередное подтверждение тому что свои своих же ну да и нет вдруг друг друга стреляли потому что ну как те желтые те синие этот летают эти дроны летают возраста подвала окно смотрим упал дрон раз летелись выше роботы кричат друг на друга, ты наш дрон, а мы что знали, что это ваш. А почему вы написали, что вы в подвале просидели 7 месяцев? Так, а так, а квартиры все там, одни разбомбили, другие разы, ну мы в подвал ушли, кто в августе, кто в сентябре, уже все невозможно было, ну того года. Год назад уже невозможно было в квартире жить, у меня в спальню влетела в крышу и в окно вылетело, но хорошо, у меня там уже там не было. Мы построили еще в сентябре, в августе уже у нас печка стояла, ну как, с кирпичей выложили, вывели, и в подвале печку топили, за дровами, за водой, под обстрелами ходили. И то у нас до родников не пускали, но ходили так вот, вот там самотеком где тихло. Как это не пускали, почему? Ну вот так этот нельзя, там все типа засекречено. Один пошел, его контрразведка какая-то задержала, ну украинская, задержала, типа он ходит, смотрит, ну коллаборант, его трое суток не было. Потом он пришел, рассказывал, он к нам в подвал пришел, попросился пожить. Ну, а мы ж никому не отказываем, как ты, и жил с нами. Да всякое было, его не рассказывал. И как квартиры вышел, слышу, уже стекол нигде не было. Слышу напротив, у меня подъезд, подъезде двери взломают. А у меня там компьютер, монитор, еще такое осталось. Пошел за, а уже комендантский час, ну после 7 вечера. По столовому их не укрычу, говорю, мне надо сходить в квартиру, забрать там вечерню. Он не боишься, иди. Поднимаюсь, двое в балаклавах спускаются. Уже на этих, на ступеньках все приготовили, что выносить. Ну я зашел, компьютер был, и то под обстрелом туда шел, только в подъезд зашел, рвануло. Быстро взял, выскакал, меня уже встречают возле подвала, потом, грех, ты делал, лазит. Обстрелы. Ну я подождал в следующую, когда там 5 секунд, вернее, 4, 4 минуты есть для перебежки. 3-4 минуты, максимум 5, и второй снаряд. И так будет на перезарядку. Ну то так и ходили, и по воде, и по все. Сережа, а как вам получилось уехать? Как вам удалось? Ну хорошо, они сами пришли, сказали, или выезжайте. Ну что, они все в подвал загадили. Как пришли до нас, у нас все в двух коврах, в кровати двух палки, ну там же все семейные парни. Сказали, выезжайте. В соседнем подвале зашли, собаку пристрелили. Я захожу, говорю, не понял, что собака вляет. Все, теперь готовьтесь, говорит, будет вывозить и вас. Сказали, не выедете гранату кинуем. У нас как туда гранату кинешь? У нас в Демаре, мы спираль поставили, она там перпендикулярно, параллельно земле. Ну, в общем, там и мы как, лишние свидетели, что танк едет, блин, просто по девятиэтажкам, по пятиэтажкам стреляют. Девятиэтажку там выезжаешь, Артем, у вас там вот эти рисованные дома девятиэтажные, красивые были. Одну заминировали, взорвали, показывали, вот еще видео выкладывали. То, что они заминировали, когда отходили. Нам так и сказали, вы живете в мертвом городе, выезжайте. Никто вас под завалом не будет. Один там вообще был такой. Говорит, никто вас под завалом, ну, по-украински, я по-украински не сильно, как в школе в украинскую выходил, но я не разговариваю. Так, понимаешь? Так он вообще сказал, что вас под завалом никто доставать не будет. Если не они попадут в ваш дом, то мы и попадем. Так что они, когда уходили, они тоже город рушили. Так до этого, даже и в том. Подожди, а вот ты говоришь, что ЧВК вышел, в смысле вышел. Пригожин же говорил, что они вместе с ребятами из СВО 4, сколько, 4,5 месяца воевали, чтобы не с Бахмута вышли. Они не с Бахмута. Они просто весь микрорайон не взяли этот западный, там, где мы были. А они параллельно нам прошли до самолета, и все, вот, 300 метров прошли, и все, и вернулись потом. Они там только свотались. Начало район Нового Рынка, да, там много было. Там вошли, там остались. Алло? Получается, что они просто, когда проходили параллельно, они в ваш район не зацепили. К вам лично не зашли, да? Нет, не зашли. Я же говорю, метров 500 где-то от нас, там квадраты есть перед самолетом, ну, так называется этот район. Вот они мимо него прошли, и там на развалинах уже самолета, и пошел, уже взяли. Ничего они не взяли. Я даже тогда созванивался, о, говорят, там взяли уже район самолета. Я говорю, так как, я тут в подвале сижу, как взять. Ну, у нас брала эта связь только кнопочные телефоны. Вот эта, Часоярская, вышка доставала до нас. Иногда можно было связаться, ну, ночью в 11 или 6 утра. Ну, мы там, в принципе, все равно по очереди спали, то, что печку надо было отопить. Да и утром меньше обстрелы, в 4-5 утра только разлетает, надо идти под рова, потому что меньше обстрела. Натягаем, потом в подвале пиляем. Воды не было, а то раз в неделю 5 литров там воды, если этот, ополоснешься и в этой воде подстираешься. Ну, еды мы, конечно, назаготавливали. Из-за чего? Потому что до Рождества волонтеры иногда были по две гуманитарки. В день можно было получить то Красный Крест, то еще другие там. Волонтеры приезжали с какой стороны? Со стороны России или Украины? Украины. Мы россиян вообще никого не видели. И эти журналисты, все вот эти американцы постоянно, пресса это. Ну, вернее, не американцы там эти... Там они представляли, ну, много бы. Они заходили в подвал, там, фрифотографировали на видео, с видеокамерами были, снимали все вот это. Ну, подвал, правда, заходили по нашему разрешению. А как вот потом, Сереж, вот вам пришли украинские военные и просто вас выгнали оттуда, поэтому вы имели возможность уйти? Мы увидели, они нас вывезли. На три пересадки было. Я вообще там одного убил сразу, украинского военного. А я что не видел, что его погрузили в этот бекар кузов. Пацаны покидали туда сумки, сели, сидят. Я уже последний садился. Раз, сажусь, блин, а там что-то мягкое. Я говорю, что за это? Говорит, ты на трупе сидишь. Я говорю, вы что чудите? Ну, так, потом я на запаску так облокотился, а он у меня между ног лежал. И потом с пикапа пересадили там на это, на другую машину в одном этом пересадили. Потом третью вообще в будку. Ничего видно не было, куда вообще везут. И куда они вас вывезли? В Константиновку. Рядом с Артемомством. Ну, Константиновка, Краматорш. Это в этой стороне. То есть на сторону Украины, правильно? Ну, да. А там куда? А что дальше? А как жить дальше? А что делать дальше? Ну, а дальше те некоторые остались. В садике там жили и живут, наверное, еще. Когда последний раз созванивались, они жили там. А потом, кто куда, кому, где, кто работу нашел, кто в Харьков, кто в Днепр. Там некоторые бахмучане вот звонят, что вообще поезжали, кто там где-то под Полтавой. Какое-то село, что там вообще ни одного военного даже нет. Вот это там прячется, чтобы вообще никого там не было. Потому что там насиделись и насмотрелись. Сережа, а как, вот, объясните мне, а как-то та новость, что мы смотрим по новостям, что нам сказали, что Бахмут взяли? Сейчас Бахмут кому принадлежит? Да, о том, скорее всего, что... Ну, тогда, когда в апреле я был, тогда еще только часть, вот это западный микрорайон был украинский в апреле. В начале апреля. Вот, наверное, почему ЗСУшники вас и вывозили, а не сами съебались оттуда. Да, там их уже и мало. Ну да, вот это единственное объяснение, если... Ну вот, я просто слушала всю вашу историю. Я понимаю, что вам и говорить как бы не очень приятно об этом. Ну, сопоставляя всю логическую цепочку, понимая только то, что после того, как танки ездят и расстреливают дома в упор, выгоняют людей, стреляют животных, мародерят квартиры, они уже просто... А те, кто остался в живых из ЗСУ, они поняли, что они не выстоят. Жить уже негде, жрать уже нечего. И они взяли мирное население, просто прикрываясь им и уехали. Это все. Да нет, они еще возвращались, там еще расставались. Но уже в последний раз, вот когда мы последнюю, предпоследнюю ночь, тут еще когда пришел нас выгонять, мы у него спросили, а что это у вас там вырывало всю ночь? Он говорит, а боекомплект попали. Они в девятиэтажке стащили все эти. И туда как прилетело, так я не знаю, там, наверное, с полчаса. То затихнет, то опять взрывается. Ну вот это бах, бах, всю ночь терять. Дом горел. То есть получается то, что люди с Донецка, с Луганской рассказывают о том, что атошники, ЗСУшники в дома, в частные квартиры, в частные дома свозят технику, боеприпасы. Значит, это правда? Ну, у нас было, да. Я это, ну, сам он рассказывал. Я говорю, что у вас там взрывалось? Ну, мы знали, что там они как штаб сделали, то есть эти этажки. Ну, потом, как начало, потому что командиры... Вы понимаете, почему они их вывезли? Вот я сижу сейчас, я вам скажу, вот на эфире 506 человек, да, плюс я и Сергей. Вот вы вообще 500 человек, понимаете, что это было? Вы думаете, ЗСУ их вывезло по доброй воле? Они могли их эвакуировать еще 7 месяцев. Но они 7 месяцев грабили квартиры этих людей, они 7 месяцев мародерили, они 7 месяцев... А потом квартиры сгорели эти. Вот один дом, потом раз, все, на следующий день горит. Они не вам помогали, они вами просто прикрывались. Нет, у нас там было стука, целых, 24 где-то. Да, где-то так. У нас там немного уже осталось. Потом тот подвал они вывезли, потом до нашего добрались. У нас, а мы говорим, а с девятиэтажек там вывезли? Они говорят, нет, мы там не видели никого. И самое последнее, с девятиэтажки, когда они их нашли, ну, все выехали, все понятно, у них уже еды не было, даже картошка закончилась. Та и ни воды, ни еды. Они даже счастливы, что их вывезли. Ну, а у нас еще... Девушка пишет, почему вы не выехали 7 месяцев назад? Потому что мне нужно к сыну в Мурманск. А это Россия. Я же объясняю, мне к внукам, у меня внука 4 годика вот Марки был. Мне нужно, я его ни разу не видел, не обнял, не поцеловал. Когда меня забирали, двое военных балаклавий пришли, двое полицейских, обыскали всю квартиру, ничего не нашли. А компьютер был включен. Один сел там полицейский, пролистал этот... Ну, вот я грек, да? Там на русских, как говорят, кацапы москали, да? На украинцев, как говорят, хохлы. У меня было написано, сыну пишу, хохлов, лупашек. Вот, за вот эти слова меня забрали. Я взял уже сигареты, это да. Я говорю, там не все равно, забирайте. Потом, когда меня уже там опрашивали, все, вот тут полицейский говорит, расскажите все по-честному, вас отпустят, никто вас не будет. Я рассказываю, говорю, смотри. У меня по отцовской линии одна тетка в Москве, по материнской линии вторая тетка в Москве, по материнской линии вторая тетка в Белоруссии. Кого я буду? Еще потом моим внукам рассказывали, что я россиян стрелал. Зачем мне это нужно? Я воевать не собираюсь. Один проходит в Балаклаве, нога выше у меня, у меня метр восемьдесят два. Он еще на полголовы где-то выше. Как залупил мне в грудах. Ну я на ногах уж стоял. Я говорю, так, я весь и так поломанный. В голове, я говорю, у меня ямка есть, вдавленные, открытые переломки, многостибы. Я говорю, вы видите меня во двор и расстреляйте мне похрен. У меня у родителей, у меня у родителей дом сгорел 24-го еще в начале. Потому что там стоял, они вышли с подвала, дом горит. И все, и уехали. Сын уже пять лет там живет, так что. У меня родственники все как бы в безопасности. А мне тебя отмечу. Я говорю, смерти не боюсь. Это судьба. У меня шесть раз должны были в бахмуте убить. У меня два осколка с собой ношу на память. Две иконы, крестик, который меня крестили. Так на мне и висит. У меня не только грен, а еще фартовый говорю. Вы действительно фартовый, Сергей? Ну потому что те, которые со мной ходили под Абстриан, где-то мы остались. Ну некоторые. Я одного не знаю, один точно. Так в девятиэтажке, 50 дней там и пролежал. Ну как мы не смогли его похоронить. Потому что так обстрелили. Ну нам и запрещали потом уже в конце выходить. По воду шел, разрешение спрашивал. А то один вообще сказал, будете влазить пристрелем. А по воду как ходить? По дрова. Вот то выходишь по столовому этому часовому крикне. Можно сходить по воду? Не боишься, иди. Да говорю, не боишься. А что, сдыхать что ли? Сережа, вы сейчас в безопасности? Почти. Да, рядом с Бахнетом. А куда я поеду? Я дальше никуда не поеду. Может через Европу, в Россию? Вам тоже. У меня нет денег. Там на оплатители взял. У меня денег нет. Мне и так сын перегоняет деньги каким-то образом. Спасибо. Ну что, как, нам, нас вывозили, сказали, одна сумка на человека. Все, что туда брать, неизвестно. И то, и то вроде надо, и то, и то. Так, вот у первого нет. А как вы... А, ну да, это вы решились через 7 месяцев все-таки уехать, потому что они вас из подвала выгнали, да? Ну, конечно. А так вы бы и дальше ждали. Ну, у нас на месяц все-100% еды было. Можно было и сидеть еще смело месяц. А как мы? Мы его никак, Лена, не отправим к сыну. Его не выпустят со стороны Украины. А видишь, ЗСУ с их стороны, которые были в Бахмуте, не открыли им зеленый коридор. Можно было договориться, и чтобы они вышли к русским военным. Но их, видишь, не отпустили. А сейчас, пускай сидит тихо, мирно. Там просто район такой. И, в общем, на крышах и на девятиэтажках, и с домов он далеко мог простреливаться. Потому что там эти ставили даже на крышах. Почему в крыше все время и прилетало. Там и антенны все стояли на крышах. Ну вот, видите, Сережа рассказывал же, что женщину в живот снайпера стрелял, когда они переходили. Ну, и сын ее сначала пропал, потом она ходил. Так у нее просто так получилось, что... Сын пропал? Ребенок пропал? Да нет, взрослый. Но он тоже ходил, потому что у них был частный дом. Там некоторые просто с частного сектора уезжали, оставляли ключи от этого. Ну, присматривалась там, типа. Или нет, пойдешь там в подвале жить, ну, по знакомству. У них было там и на частный сектор, и с квартир. Она ходила туда-сюда. Вот. И в один прекрасный день шла и в живот ее. Ну, вот из-за того. Нельзя нам было ходить. Особенно там, где уже подошли. В ту сторону вообще, кто как-то направился идти. А женщина одна. Я прихожу, там у нас варечек такой небольшой, ну, ездили, считай, до последнего. Розочки, девочки, розочки. Да-да. Перед восьмым мартом, я как сейчас помню, за две недели до восьмого марта. Были, были, последний раз мы скуплялись. И в магазине встречаю женщину. А она шла с той, которую в живот. Вот это ранее. Я говорю, а куда вы вчера шли? Начались обстрелы, вы сразу вернулись. Она говорит, да за хлебом же шли туда до этого. Я говорю, ну, так вы вернулись. А сегодня там хлеб дают. Я вот тут целый мешок взял на толпу. Она говорит, а я боюсь. Я вчера еле вернулась, а солдаты ехали из танка обкуренные или напитые. Из танка какие-то пакеты, как пакет, как кинули, он как взорвался. Я упала. По снегу, по этому ползу. До самого дома, считай, ползла. Потом этот самый, опять проезжает, опять кидают эти, как эти самые. И гогочат. Ну, потому что нас тоже там, видать, не навели. Потому что нас, я же говорю, ждунами считали. А то, что даже этим женщинам, куда им ехать? Мне здесь кто-то написал. Есть ещё кто-то из Бахмута. Мне написала тут женщина одна, что она жила рядом. Да? Поднимите костевую, не хотите? Какой пиздец. Да, так я этой женщине говорю, вы можете сейчас подождать, но я сбегаю, сейчас вам принесу мешок хлеба. Она говорит, ой, если можно, сбегайте. Тут в магазине оставите. Этот самый, я потом заберу как-нибудь. Или скажу, чтоб зашли забрать. Я говорю, хорошо. Ну, не стала она меня ждать. Я быстро побежал, принёс 18 ей и 6, и 6 этой, ну, в магазине этой, что-то ровно. Я говорю, ну, это женщина, ну, это тебе там, может, кто будет приходить, такие, те самые, чтоб раздавала тоже. Потому что там мне женщина тоже сказала, говорит, у нас там лежачие есть, что не могут ходить. Я их, им как бы всё время ж беру. Ну, как и я, я побегу быстро, мешок взял, пришёл, пораздавал. А там, это на неделю. Ну, а потом, когда, я там две ротации точно помню, третья была или нет, когда вот эта ротация происходит, они там же всё бросают. И нам, короче, отдали были, это, три цинка, такие, как ящики, сухари, восемьдесят четвёртого года. И вот эти три цинка, мы, конечно, они нас здорово выручили на сухарях. Потом ещё ни хлеба, ничего не было. Ну, муки у нас много было, дрожжей тоже на весь ближайший волонтёр. Жарили там, или масло аллельное у нас много было. Жарили пирожки. Всё такое. Пирожки, лепешки. Какой вы молодой сырье? Ну, иногда было, иногда было, иногда было страшновато, конечно, заходить, потому что, когда мы зашли идти, там, женщина там с ящика доставала, что-то, он подходит и говорит, а ну не шевелись, посмотри, что у тебя уже правого коленя. Она как глянула, там гранат подвязан. А теперь аккуратно отходи, назад, назад, назад. Ну, растяжка была. Так что нельзя было лазить под другим подвалом по-своему, только можно было ходить и сад. В общем, насмотрелись. Я как шёл один раз, ну, набрал там, да, а там в подвале ещё у меня один сказал, что она там, где целесня, закатки шут. Ну, он уехал. Он всё дом разбомбил, ну, в подвале там есть, приходите там, бери. Я там челесня, вот это, желтый, белорун. Две пакеты, три баны, четыре, этот, ну, и пакетишь несу такое. И передо мной там 300 или 400 метров, трёхэтажку, залетает, ну, я вижу, ракета летит. Вот она залетает, и именно хорошо, чтобы оба внутрь. А снега тогда было по колено. Можно было упасть. Ну, я как-то вот уж не страшно мне. Как шёл, так и шёл. Вижу, вовнутрь влетело, ну, вернее, стал, смотрю, ну, осколки как бы не летят, потому что вовнутрь залетело. Ну, и шо, я прихожу, у меня пакет пробитый, банка, черешни все этот, сок всё. Вот, если бы я упал бы, как раз бы у меня влетело. А так я, этот, я, ну, мимо, мимо нахитка. Так что иногда, может, и не стоит падать там, прятать. А пули над головой, так это вообще, только вот это свистит. Я так по телевизору только слышал, как свистят пули. А это над головой прям. Ну, я как раз на ту сторону шёл. Потому что в той стороне тот же ларётик пыл, который потом тоже разбомбил. Потом как бы уже и деньги есть, а купить мне в холодницу. Позаготавливали себе темы грузового. Хотя потом я выходил и так по воду. У часового, говорю, мне вот поводна сходить. Он говорит, вот, видишь, возле тебя там этот подъезд соседний, с левой стороны. Я говорю, ну, вот заходишь в квартиру на право, со ступеньем, на право, на втором этаже. Там есть баклажка. Я пошёл, там 50 литров воды. Ё-моё. обрадовался, натягал. Раз смотрю, а в шкафу лежит стопка белья. Я вот белья девчатам набрал, потому что, ну, воды ж нету стирать. Как принёс, все рады, что поменяется постельная. Но у нас, как бы, мы топили нормально, на дров, много деревьев уже обрушилась. У нас 26-23 градуса всю зиму была температура. Ну, спали, как бы, нормально. Но это уже в конце мы не могли даже раздеваться, потому что штукатурка сыпалась, всё накрывали. Штукатурка сыпалась, а над нами, когда горело, потолки горячие были. Горели дома, когда. потолки горячие, там тепло было в подвале. И когда вот этот пластик лился в подвал, хорошо у нас там бочки были под воду. Но мы снежишь топили, дождь идёт, собирали дождевую. Бочки, всё, что... Блокируют трансляцию. Девочки, трансляцию блокируют. Я зависаю. Тапаем, 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 тапаем по экрану, пожалуйста. Серёжа, скажите мне, пожалуйста, а какой пластик? Что это значит, пластик с потолка? Ну вот, которые стояки идут в подвал, стояки вот эти. Там есть трубы с пластиковой трубой. Ну вот эти слюбные. А, я поняла. Сливные, вентиляция. Они сверху горели. Да, они сверху горели. И вот это всё нам текло в огонь, тёпл в подвал. Мы подставляли эти бочки, там, эти, там, по чуть-чуть воды налили, чтобы, ну, не горело подвали. Я поняла теперь. Ну, чтобы не сгореть там подваль. Мы подставляли. Потому что была одна комната была, так загорелась. Ну, мы потушили. А когда дом, вот, вы говорите, сидишь в подвале, дом наверху горит, лучше не выходить или выходить нельзя было? Как там, как выходить? Там стёкла, вот эти остатки стёкла. Под домами даже, вот говорят, под домом прятаться. Как? Чтобы балкон на тебе или стекло голову пробили? Проще упасть под бордюр. Так и то, всё в стёклах. Куда там падать? Канарики нам тоже привозили. Канарики, свечи, свечи хорошо, тогда ящик привезли. Импортные какие-то, синие, такие простые. Они долго горят. Ну а так мы с разбитых, подбитых машин аккумуляторы снимали. Тоже. Вот такие неоновые лампочки делали. В общем, приспосабливали. Да, тапаем, тапаем, девочки. Вы видите, что начали блокировать эфир? Тапайте, пожалуйста. Дайте, дарите розочки, лайкайте. Генератор был в одном и во втором доме соседнего. Так тоже прилетел прям генератор осколка. Вы знаете, Серёжа, я хочу вам сказать огромное вам спасибо. Спасибо, что за то, что вы так говорите нежно, вот так добро о людях. Девочки, там девочки сидели, я нашёл им стопку белья. Вы не побоялись ходить за хлебом, ходить за водой. Вы настоящий человек, большой, широкой, тёплой души. Спасибо вам, что вы есть. Вы герой, Сергей. мы даже с одним договаривались, чтобы идти, чтобы визуально видеть друг друга, вдруг кого-то из нас ранят, чтобы мы смогли друг другу помочь. так ходили. Там одного так поперебивало, его только успели затащить в подъезд и всё. Он даже не ранит, а сразу убьёт и всё. ну, там как прилетало, что броники просто разорванные валялись, уже крови никакой броник не спасёт. осколки такие, на ладошку можно положить. приспосабливались несколько раз так, было просто волной откидывало. а так какие есть свистящие, есть шипящие, а есть вообще, что неслышно, что взорвалось и у тебя есть две секунды, две секунды, если оно далеко, ну, не сильно далеко, где-то метра вот 400-300 от нас взрывалось, и вот мы там только по ступенькам в два шага заскакиваешь и осколки уже на крыльцо вложатся, когда мы уже заскосили, горячее, снегу, снег шипит. а парню девятнадцать лет пилял дрова, ему влетело в руку и плечо, отвезли его в Константиновку, он через неделю опять вернулся, или через полторы, ну, около двух, вернулся, опять бахмут, потому что к отцу вернулся. Осколки так и не достали, так он и ходил со сколками, потому что они горячие, они залетают и прикипают, там, доставать их нет смысла, операцию делать, это дольше, там, может, когда-то и достану, ну, а так сейчас ходит с двумя осколками, девятнадцать лет. Безчестный. Просто пиздец. Сначала было страшно, конечно, многие так, что дергались, там, при каждом взрыве, а потом как-то перестали вообще дергаться, солдаты приседают, там, этот сам, стоят, здесь, там, в очереди, магазин у нас тоже, скупляли, они как-то больше нас боялись, мы уже привычные были, я говорю, этим, наверное, новенькие заехали, что еще сжухаются. Один, мы вообще, мы спаяли, вообще возле подвала, один идет с рюкзаком же ж, спрашивают, хлопцы, а як до дамбы пройти? Фух, ничего себе близкий путь, до дамбы. там наши стоят, я вот с Запорожья еду, как ездишь? Что, перекладными, чи что? Да. так там же ж, на дамбе, там ложат вообще в рядочек, а там я на пятый, когда поднимался, как посмотрю, с пятого этажа, там вот так вот, рядком ложат, где-то с километр, все в дыму, ну сразу видно, можно определить, где окопы даже, значит, там окопы. И я там уж говорим, куда ты сейчас пойдешь, там, блин, слышишь, что делается? Он такой, да, я была связь еще, я там созвонился, сказали, что этот самый, что приедут, только утром заберут. А Дэн, я говорю, иди к своим, там стоят. А он говорит, а я уже был, они не пускают себе. Ну, мало ли, что, может, поддельные документы, ну, короче, чужих, другого. Хоть с документами, военные военного не принимали. Ну, он потом, с какими-то там, с какими-то людьми. Ну, наверное, боялись диверсантов, или кого, я не знаю, может, он их ночью перестрелял бы все. Ну, не принимали с Бегова. Веду в свою бригаду, и все. И он вот, потом, развернулся, ну, люди ему сказали, иди в дом, пустой, там, сказали, иди там, переночуй, потом тебя заберут, когда там за тобой приедут. И то, приедут или нет. Я говорю, там так ложилось. где-то особо, когда грязь, так то вообще. Только вот, артиллерия, артиллерией работал. Я вообще в шоке, у меня вчера, правда, за Бучу вылезло, сегодня, правда, забахнут. У меня... не, первое время, потому что, первый месяц, было вообще тяжело, в подвале. Что-то, что-то без тела, что-то... Ну, только надо, как на шее, фонарик, чтобы... а то и два запасные батарейки. Ну, нам привозили, батарейки упаковками привозили, даже спрашивали, ну, в чем вы вообще, самое такое, в чем нуждаетесь? Да, в чем нуждаемся? Списки, свечки, фонарики, вода, ну, такое, чтобы, ну, постираться там, дождевое, снеговое... А как волонтеры вас находили? Сережа, а как волонтеры на вас выходили? Как вас находили? Это как-то военные ЗСУ сообщают о том, что люди здесь есть? Или как? Каким образом? Как? Нет, нет, поначалу, поначалу, вот, они, они проезжают и спрашивают, вот я, допустим, иду там, или по воду, или по этой... Они подъезжают и спрашивают, а где тут, в каких подвалах люди? Это вообще первое время, когда уже, ну, мало людей осталось. Я там раскладывал, в том подвале, столько, что ну, в том подвале, только-то человек, там, вы за 9 этажек, столько-то. Вот, и они вот это поузнавали, я не знаю, как они передавали, но, они сами потом приезжали. Вот у нас уже осталось было 6 человек, 4 выехало. А они все равно на 10 человек, откуда они знают, что 10 человек, или кто-то им сказал. И они нам на 10 человек привозят. Потом, тот, который выехал, пешком прошел. Вообще пешком назад? Да. Или Полтаву, ну, говорил, и Полтаву, и этот, проходи, короче. А что вернулся? Неделю, говорит, добирался. Там, то там, солдаты покормят, то там. А говорит, как гробы приходят, не знаю, что с Донбасса, это все. Там хоть не выходи вообще, сиди там, в доме, никуда не ходи. Они там губоком смотрят, обзывают, как хотят. А, даже так? То есть, он пошел пешком? Он, нет, он туда, туда его волонтеры выехали. А потом, и там, а у него была только серокопия паспорта, а тут сгорел, ну, а те документы сгорели. И ему вот это, не выплат никаких, не тот самый. И говорит, с таким отношением, что тебя никто там не покормит, не этот, как говорят, что наши там гынили. То есть, они увидели, они увидели, что у него ксерокопия, да, от паспорта, они увидели, что он с Донецка и все, они не дали ему ни жилья, ни... Ну, как, жилье он жил там с одним пацаном, а так, ни денег, не гуманитарку так вот, иногда и то говорит, у нас лучше гуманитарки, чем там, давай. И все. А документы делать ему, а документы сделать, на работу пойти? А документы, нет, документы ему сказали тысячу гривен давай, а он говорит, а где я возьму? Как? У меня лотшо, только ксерокопию, денег у меня нету. давай тысячу сделаем. И ходить, и хочется... а у кого он занимаетесь, у него никого нет? Ну все, и он вернулся. Говорит, вот веришь, нет, из Константиновки уже, когда шел пешком, до часа яра, когда дошел, говорит, слышу взрывы, я аж обрадовался, говорит, все уже близко. Он рад был взрывом, лучше под взрывами жить, чем там. Все родное, знает, знает, где шел, и знает, что он придет. Я там 8 человек кормил, у меня под подъездом была печка выложена, я все лето 8 мужиков кормил. Кто мимо проходит, ну мы там все, что остались, мы все друг друга знаем. и все приходят, ну и со своей посудой, конечно, я же не буду посудить, мыть, воды и так нет. Я вот 8 человек наготовлю, кто мимо проходит, всех зову, иди, бери тарел, приходи. Они раз такой, второй раз, потом из гуманитарок начали мне носить, у кого что, у кого, на следующий раз они меня спрашивают, говорит, Грек, что надо? Я говорю, да там, ну вот морковка есть, лук такой, а такого, говорю, мне вот кто уезжает, все гуманитарки эти остаются, спагетти, этого риса, ну у нас были гуманитарки, там 6 килограмм риса, вот эти мешочки маленькие, и муки, да всего хватает, просто вот это такое, что лук, морковка, такое самое, ну а зелень, ходили, в частном сектаре, рвали. Бабушки приходили тоже, с палочкой приходят, говорит, сынок, ты мне не сваришь супа? Я говорю, сварю, она говорит, там мы с соседкой хотим супа, я принесу домашнюю тушенку, ну она мне принесла, в принципе, все нарезала, ну что у них огня просто не было, ну печки, и я сварил им, ну правда она взяла только полтора литра, говорит, а то раздай сынок, я знаю, ты всем готовишь, а нам хватит, с соседкой. Я в шоке. Да, примерно, друг друга не знали, а потом так породнились, все. Я просто веришь, Сергей, я вот слушаю, и я еще больше ненавижу, сука, этого Зеленского, блядь, это как же так, это сначала кошмарят мирное население, выгоняют собственных квартир, мародерят суки с оружием, что хотят, то и делают, грабят, расстреливают, убивают, издеваются, ведь это, это издевательство, не пускать людей до воды, это издевательство, а тот вообще пешком попиздячил, пешком, и ему сказали, тысячу гривен сделать документы, а разве он виноват в том, что он лишился дома своего? его квартира самая первая загорела. Это животное, Кристина, вы правы, это просто животное, у меня нет слов, я теперь понимаю, почему многие русские военные вообще просто ненавидят всех, с кем воюют, потому что спасая мирное население, они видят, 19 лет парень живет с двумя осколками, а так, а так, сколько людей уехали, если даже из-под аптеки, хоть в одну, хоть в другую сторону, кто уехал, я месяц где-то только адаптировался, потому что, ну, в подвале, как бы, не знаешь, когда, вот хочется спать, лег и уснул, утро это или вечер, неважно, и тоже, там, ну, два-три часа можешь поспать, ну, два это максимум, начинается эта бомбежка, и все, на тебя все это сыпется, иногда даже просто, ну, вот, даже в подвале дрожит кровать, качается, а если в дом, тот же, ну, мы выходим, у нас возле окна в подвале, еще одно окно образовалось, дырка, так это бетонная, вот это, это, как бы, бетонный блок, насквозь пробить, а я там под ним, все время, дрова пилял, у меня там, правда, тоже волна, у нас уже там и дверей не было, потому что волнуешься, что-то, повырвало, эти козырьки, даже потом в обе, дождь, не всего было собирать, потому что не было, технику козырьков, там. А мне какая-то девушка написала только что, что ЗСУ застрелила соседа, и осталось двое детей, тапаем, тапаем, опять я висну, мне блокируют трансляцию, люди, тапаем, тапайте постоянно, вы не видите, что блокируют, Света, это вы написали, А я вас могу как-то поднять в гостевой? Постоянно тапаем, пожалуйста, и дарим розочки, поддерживаем цель трансляции, потому что зависает периодический эфир. То, я волнавахи, я волнавахи, я напишу, то ли что? Лера, вон с волнавахи, я волнавахи два года только прожил. Потом, когда мой сын уехал в Мурманн, я переехал в Бахмут, четыре года там же. Я, конечно, в шоке. А вот Виктория, вон с Бахмута, ну да, я в Бахмута. Но сам, сам родом я не в Бахмут. Вот пишет Валентина, у нас в селе танками дома разбивали колодцы, закатывали, чтобы воды у людей не было. В каком селе, Валентина? У вас спрашивают за жену, Сергей. Вы женаты? Моя жена тоже была в Чехии, и сейчас тоже в Мурманске. Я с ней с 17-го года не живу. Я сегодня стучала, Светлана, я не видела ваши аватарки в гостевом. Да, да, из ВН. Откуда вы знаете? Что вы узнали по фото? А вам, Серёжа, вам ничего не будет, если вас тут вдруг там сдадут за вашу правду? За какую правду? Ну, а я ж ничего не солгал. Это все все видели, то, что я и они везде, и в Харькове есть, и в Константиновке, и в Полтаве. Они везде такие люди. Некоторые уже уехали, кому за 60, уехали в Россию. Дина, а вы тоже с Бахмута, Динуля? Не будет ничего. Так откуда я знаю, на что там эти избушники украинские способны? Меня осудили на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за то, что я выговариваю, высказываю свое мнение, в котором говорю о том, что в России есть. «Пропагандистка русского мира восхваляет Путина». Вот так вот. Понятно, что написано? Так это же пропаганда. Но я что, правду расскажу, что со мной было? Я что, пропагандирую что-то? Когда меня там лупанул этот в балаклаве грудь, я месяц не кашлянуть, не чихнуть не мог. И вложился, и вставал боком. И ничего. Ребро сломал? Да, пускай, пускай. Я не знаю, что там в больнице работали, что ли. Я не знаю, что там сломал. Но это, наверное, ребро сломал. Обычно так, когда ребра ломают. Не можешь ни вдохнуть, ни выдохнуть. Так что, раз не убили, пускай посадят. Если есть, за что? то, что я пережил 7 месяцев в подвале, как мы говорили, лучше в тюрьме сидеть. Там и вода есть, и горячее питание, и все. А так, ходи, дрова ищи, воду ищи, чтоб сюда. Вот тут пишет, Лера, набери в YouTube Степановка, село призрак. Влажными салфетками умываться. Степановка, село призрак. Призрак. Юля, тапаем, Юля, спасибо, тапаем, тапаем, пожалуйста, по экрану. Степановка на Донбассе. Мне 49. Вот там же как Бахмут. Я сегодня тоже смотрел в этот, Марьинку. Там вообще ничего живого нет. И вот она мне сказала, я смотрю, просто, просто нет деревни. Так, а Марьин-то это город. Там вообще ничего нет. Боже мой. война, это страшно. в том году много у нас еще стариков было. Особенно гуманитарку как привезут, ты всех хоть увидишь. Там их на улице выдают по паспортам, по этим. Я не могу смотреть. Бабушки, дедушки с палочками. Ну да, куда им ехать? Никуда не хотели уезжать. Я не могу. Я когда смотрю это все, слушай, я хочу сказать просто вымочтанно. Простите меня, пожалуйста, что я ничего не знала. Нет. Вы на самом деле такие герои. Я не знаю, как люди там живут. Я не понимаю. Это страшно. Это хуже, чем в лесу заблудиться. Простите меня, просто это второй день таких тяжелых стримов. Я... А меня, наверное, просто психика не выдерживает. Макс, в том году в марте-апреле еще как-то выезжали. Там по электронной как-то записи был один с Луганска выехал. Напротив меня. Так он выехал как-то за месяц раньше как-то записался электронную очередь, что ли. И он выехал. А как можно записаться по электронной очереди, если у тебя нет телефона с интернетом? нет. Нет, я говорю, март-апрель того прошлого года. В прошлом году это еще было интернет. Там ловило. Та у нас почти до последнего была это интернетовская, вернее, такая часоярская вышка, связь еле-еле, ну кнопочные телефоны как у нас было. А у нас с этими и не разрешали ходить, чтобы ничего не фотографировали. Сразу вот это останавливают, паспорт и телефон, паспорт и телефон. Чего вы тут ходите и все. Ну, чтобы мы не ходили, ничего не видели. Потому что один паренек говорит, ничего не боятся. Балаклавы поодевали, возле АТБ блин этот приватовский банкомат взяли, там же камеры все равно передают все, ну пишется. Ну они же балаклавом раскурочили банкомат, ну это в том году еще. Возле нас магазин, у нас уже мы кастрюли на печках и сковородке все пооставляли, мы не заносили, потому что некому было воровать, мы сами остались и друг с другом все равно делимся. Тут раз у нас магазин выставили на полмиллиона, сигареты, колбаса, все улет ушло, вынесли все, сигарет только на 350 тысяч. Какой магазин у вас там, вот этот был, магазин? А там возле самолета, возле самолета чайка магазин, там больше нету. И он все равно работал, несмотря на то, что все уехали? До последнего, да, до последнего, это он и там один варек другой стороне, а третий еще дальше. ну и на рынок, ну на рынок уже была, на новый рынок было уже страшно, потому что там обстрелы такие были, ну люди ходили, не боялись некоторых. Пиздец просто. О, я сказал на пол, ну да, на пятьсот, триста пятьдесят тысяч сигаретки, этот, там остались одни напитки, ну нам хоть и вода, напитки остались. Там все ценные хозяева приехали, вернее от них приехали, там эти, все вывезли, а такое пооставляли, что не сильно настоящее. Нам приходилось хоть еще было, чтобы пить. Они банкомат разобрали, а людям потом, да, даже не как получается деньги свои снять. А они не нужны уже были банкоматы. А зачем тогда они их разобрали? Потом, ну не, ну то было еще когда да, как бы нормальный свет. Начало когда было? Да, да, начало. А потом же насос свет, не было у нас в апреле или в мае. еще по-моему там много было в некоторых районах. А в мае уже не было свет. Мы с мая уже печки повыстряли. Возле каждого подъезда печки были. Ну я самое раньше вставал просто топил печку. Если там кому-то надо чайник разогреть, приходили, чтобы у меня не тушить сразу на одной печки. А так если конечно готовить, то это же долго, то каждый свои утопит и готовит. Отопили вот этими ящиками под снарядом. Когда деревья еще все целые были, что не так потрощено было. Мы ходили там одно здание заброшенное, там этих ящиков кучи. Мы спросили, что они нужны вообще нет? нет, не нужны можете быть. на дрова, ну то, что там этих защелок кучи. Там надписи СССР. А там где Хельга был Сергей, там не было русских военных солдат. Так что как бы вам не хотелось сейчас славикам спихнуть всю вину и безответственность на русских ребят их там не было вообще. Так что слушайте, за то, что творят ваши сыны. Их были, я попросился, чтобы они меня до сына отправили. понимаешь. Вот и слушайте, кого вы понавоспитывали. Банкоматы, магазины, мирное население, чужие квартиры, чужие дома, животные, которых с собой забирали в подвал, которые ни в чем не виноваты, которых стреляли. Один паренек подходит, говорит, хочешь увидеть плазменные телевизоры, как карточные колоды сложены? Я говорю, там в гараже одно. Там в гараже одно. Видел когда-нибудь? Колоды карточные плазменные телевизоры. Ну, а так люди приходят, да, вот это рассказывали, рассказывали, ну, рассказывали, рассказывали, бабуля однако, а це хоть побачила, як вони грузять машинки из наших квартир, стиралки вывозять. Да, бабуля, шо делать? Да не достанется оно никому. Вот так вот. Вот так вот. Да правильно сделали, вывозили. Все равно понабжарело. Так хоть еще кто-то наживиться. Хотя там и погорело немало. Я когда ходил эти постельные, забира, когда эти фонарики, мы там во всех квартирах искали, блин, воду, еще шо я забыл сказать, эти, пульты, блин, музыкальный центр, пульт с телевизора, нам главное батарейки, чтобы были, и чтобы подольше работали. Вот у нас собираем все в кулечек, батарейки, свечки, спички. Лужу почти Ильга, забучи, у нас вчера был эфир, забучи, нам вчера все рассказали, так что давайте, идите в свою Европу, ищите работу в третью смену, вам пригодится. У вас в Европе выплаты забирают, как для беженцев, так что идите тренируйтесь через стоматологию. Сережа, спасибо большое за правду, спасибо большое за то, что в гостивое поднялись. Спасибо вам огромное. Да, хоть какая-то горькая не есть, но правда. Ладно, все удачего. Хорошего вам спасибо. Спасибо вам большое. Взаимно. А вы Славиков зовете. Вот они, герои вашего времени у вас под носом. Люди, которые не бросают стариков, женщин и помогают друг другу. А вы все ходите, блядь, сиськи мажете, сука. Да парики прыгаете. у меня вообще просто у меня я просто стыдно. Мне так стыдно перед людьми. Мне так стыдно, что я ходила на работу, жила простой жизнью, еще и отчисляли у меня деньги на это все. Мне так стыдно. Может быть, надо было тогда подняться всем, я не знаю. Мне так стыдно. Люди, простите меня, пожалуйста, по ту сторону. Он действительно герой. Он даже, представляешь, он такой доброй души человек. он даже мародерство оправдал. Говорит, правильно, чтобы вывозили, так бы все сгорело. Представляете? Он даже оправдал тех, кто по ним стрелял. У меня вообще шок. Я не знаю, как пережив такое, можно оставаться с такой доброй душой. я вообще просто и о нем не напишут в книгах и его не покажут. И никто не даст ему ордер за храбрость и отвагу. Понимаешь, это просто я просто в шоке. И заметьте, он никому не пожелал смерти, никого не проклял. Он не матерился. представляете, какая душа у человека. Какая душа. меня термени нет? Ну, я